Привет. Сегодня мы с вами не будем писать код, мы проанализируем код. Это не будет обычный разбор, когда я беру какой-то чужой сайт, смотрю на него и делаю выводы. Здесь сделано все плохо, здесь вот это неплохо, а это вообще отвратительно, немедленно это снимите. Нет, сегодня мы будем смотреть на мой код. Я думаю, многие из вас давно уже хотели, чтобы наконец-то я показал свой код и сказал, что здесь плохо, что хорошо, но проанализировал, да? И это будет не просто код. Этот код я написал 12 лет назад. Да, в 2008 году я в одной компании для одного сервиса по одной из задач сделал один маленький компонент. И этот компонент валялся у меня в архиве, и тут у меня в чате кто-то спросил, а как вы верстали, когда у вас не было флексов, когда у вас не было гридов, как вы адаптивную верстку делали или еще что-то такое. И на самом деле понимания очень мало. А как было тогда, когда не было самого базового? И мне кажется, вот этот пример 12-летней давности позволит вам понять, как оно было. Это не будет старческое ворчание, мол, в наше время мы вот без ваших модных технологий и так справлялись. Ну, то есть это так, мы действительно справлялись. Но сегодня не об этом. Сегодня я просто хочу понять, как вообще в крайне ограниченном инструментарии достигать каких-то интересных целей. А еще какие ограничения накладывают некоторые ситуации на компании для очень широкой кросс-браузерности и для максимальной совместимости и гибкости. В общем, хватит болтать, давайте посмотрим наконец-то на задачу. Задача у нас такая. Нам нужно сделать поп-ап. То есть представьте, что у нас, ну, например, карта. На карте какая-то точка. Вы на эту точку нажимаете, и из этой точки появляется балун. Такая штучка. Выскакивает, и у нее хвостик. Знаете, как в комиксах, кстати, от персонажа идет такой хвостик. Этот тоже называется балун. Так вот, подобный компонент нужно было сверстать. Вот такой поп-ап. Или балун. В чем его особенность? Ну, во-первых, он с хвостиком. Он весь полукруглый, под ним лежит тень. Тень довольно-таки необычная. Она не просто вокруг него. Она, знаете, так по диагонали немножко оп, и уходит в ту сторону. И хвостик. Это самое интересное. Обратите внимание, что здесь координатная сетка. И чтобы расположить такой балун на карте, должно было быть удобным взять ему, задать координаты. То есть раз, два, три, триста. Раз, два, три, триста. И чтобы он встал хвостиком в нужную точку. Ну, балун как балун. Ну, то есть ничего такого сверхъестественного. Ну, хвостик интересный. Ну, тень интересно падает. Ну, как-то вот он должен специально позиционироваться. Ну, кажется, все это решается так или иначе. Правда? И у вас наверняка в голове уже шевелятся мысли, как именно это можно сделать. Вот прямо сейчас взять на современных технологиях и сделать. И у меня это, честно говоря, тоже шевелится. Но мы сегодня делаем другое. Мы пытаемся понять, как это делали 12 лет назад. Ну, давайте посмотрим сначала на разметку. Потому что разметка вас порадует. Откроем sample и посмотрим. Ну, начнем с самой первой строчки. Doctype, html, public, v3c, xhtml, transitional, en и так далее. Этот doctype для xhtml. Если вы не знаете, что такое xhtml, это то, что нарисовано на этой футболке. Да, эта футболка примерно из тех же лет. Она довольно старая и местами дырявая. И уж точно потерлась. Так вот, здесь, на этом кулаке, как вы могли заметить, не 5 пальцев. Пересчитайте сами. Потому что на этих пальцах нужно, чтобы поместилась надпись xhtml. То есть не просто html, а html в xml-ном синтаксисе. Ну, и doctype-html тоже не было. Поскольку, ну, просто не было такого понятия, как html5, который бы его описал. Но это совсем сложная история. Мы туда нырять не будем. Мы давайте продолжим нашу разметку смотреть. Вот тут, понятно, всякие namespace, ленги и так далее. Все хорошо. Ну, там кодировка интересным образом выставляет какая-то длинная конструкция. Современная это покороче. Вот это вот интересно. Сюда подключаются сначала стили, просто стили. А потом подключаются стили для интернет-эксплорера. Если вы не знаете, что такое вот это, это условные комментарии. Это комментарии, которые должны комментировать вот эту строку, хотя они не являются комментарием. А этот комментарий, который является комментарием, должен переставать быть комментарием для Е младшей восьмой версии. Но это какие-то базовые стили для бадди, чтобы нам нарисовать зеленый фон, координатную сетку, ну, и shift-ы сделать симпатичнее. И, наконец-то, сам компонент. Да, это не издевательство. Там действительно 30 строк HTML кода используются, чтобы сделать простой попапчик с хвостиком. 30 строк. И если вы посмотрите внимательно, там есть еще кое-что интересное. Да, вы совершенно правы. Этот попап сделан таблицей. Таблица использована потому, что у него есть некоторые интересные свойства. Ну, теперь вы понимаете, насколько старый этот код, да? Точнее, знаете, код не такой уж старый. Подход в нем используется довольно старый. Это почему? Дело в том, что когда-то у нас не было ни флексов, ни гридов. У нас были таблицы, инлайн-блоки, флоты и разные табличные CSS-свойства, даже если это не просто tag table. Но это как сейчас. Гриды и флексы ведут себя немножко по-разному. Для одних задач подходят лучше, для других хуже. И вы выбираете каждый раз, что использовать. Ну, об этом в предыдущем видео. Помните? Так вот, что здесь делают таблицы? Таблицы здесь помогают контенту влиять на размер всего попапа. Смотрите, если я начну писать здесь какой-то текст. Вот такой попап. Видите? Он растет. И растет по самому длинному слову. В ширину, а в высоту растет вверх. Получить аналогичный эффект, не используя таблицу, к сожалению, было сложновато. Плюс было очень сложно использовать те самые табличные свойства, там, display table cell в 2008 году. Кроссбраузерность хромала, и, в общем, действительно нужно было поддерживать старые браузеры. Да, тогда совместимость была там E5.5, E6. Такой уж был сервис. Важно было, чтобы все пользователи получили свои страницы со своими попапами и картами. Ну, ладно таблица. Она себя определенным образом введет. Но зачем там столько много ячеек, и в них какие-то странные теги расставлены? Давайте и в этом тоже разберемся. Смотрите, вся верхняя строка таблицы у нас состоит из какой-то абсолютной ерунды. И нижняя строка таблицы тоже, в общем, не сильно лучше. А после идут еще какие-то странные теги, которые здесь вообще ни при чем, и это все, ну, как сказать, с одной стороны стыдно, с другой стороны не стыдно. Ну, во-первых, в 2008 году я не знал, что такое доступность. Я думаю, что сайтами пользуются, по сути, ну, вот мышкой кликают, клик, клик, клик. Поэтому стыдиться, что здесь у меня i-элемент вместо кнопки, ну, это как? Стыдновато с точки зрения 2020 года, и вам не стоит писать этот элемент, если вы имеете в виду span или button или что-нибудь другое. Но тогда был такой вот консенсус, наверное. Давайте мы вот что сделаем. Давайте мы добавим рамку нашей таблицы, чтобы было видно, как она устроена. Как дебажили таблицы в 2008 году? А вот так. Писали border равно 1. Смотрите, начинает становиться видно. Увеличим. Смотрите. В первой ячейке таблицы лежит этот уголок. Здесь лежит продолжение. Здесь лежит следующий уголок. Здесь лежит другая картинка. Еще одна картинка лежит. И здесь лежит верхняя часть хвостика. Ну, и хвостик лежит отдельно за пределами таблицы. Вы что там, сдурели в своем 2008 году таблицы, чтобы расставлять картинки по углам? Что не так? Почему не border radius, box shadow, еще что-то такое? Как бы вам так объяснить? Было время, когда в браузерах не было border radius, когда невозможно было скруглить углы, когда не было box shadow, когда вот это все просто не работало. И это, конечно, был абсолютный ад, с одной стороны. С другой стороны, было довольно интересно. Такая же история и здесь. Мы просто взяли, нарезали картинки и вставили их в таблицу. Все так делали. Ой, какой ужас. Давайте скроем. Видите, даже vs-code подчеркивает атрибут border, как будто здесь кто-то умер, и красный курсив, ну, нельзя так, нельзя так. И давайте посмотрим, как выглядят ресурсы для всего этого. Откроем здесь папочку. И вот так вот выглядел наш компонент. Смотрите. bballoon. Это означало, что это блок. Balloon. Да, элементы BEMO давным-давно. И был отдельный файл стилей для Internet Explorer. Сначала посмотрим на balloon.css. Увеличим немного, чтобы было видно. Ну, для начала синтаксис. Смотрите, как интересно. Во-первых, особый стиль кода. Видите, как расставлены, интересно, скобочки, как между группами свойств есть переносы, как сделаны отступы. Для самого начала компонента, для вложенных компонентов еще отступы внутрь. В общем, довольно интересный был подход просто к стилю форматирования кода. Так было принято в этой компании давным-давно. Так вот, мы сейчас смотрим с вами на... А, вот, докрутили. На 1073 строчки CSS. Это зачем так много, спросите вы? Дело в том, что этот pop-up, этот balloon, был не один. Нужно было сделать целую группу, которая отличалась цветами немножко. Давайте посмотрим на ту самую оригинальную историю. И откроем полный набор. Вот так он выглядел. Много текста, поменьше текста, одна строка текста и отдельные балунчики, в которых содержится одна строка текста. Здесь нет хвостика, здесь разные цвета и так далее. Чтобы вы понимали, чтобы добиться всех этих разных цветов, туда нужно было класть разные картинки и разные хвостики. То есть, это не просто background color поменять. Это нужно для каждого маленького этого элемента сделать свой набор картинок с тенями. А какие были картинки? Ну, давайте посмотрим. Вот у нас здесь три группы картинок. Маленькие, подсказочки и полный. В маленьких картинках какое-то чудовищное количество. Ну, вы понимаете, что bottom, background, medium left, medium right, medium, top, tall. Ну, в общем, всякие картинки, из которых все это собирается. Давайте мы посмотрим, наверное, на общий случай, на pop-up полной ширины. Сначала у нас была картинка, которая была bottom. Давайте ее увеличим и рассмотрим. Вот это нижняя часть нашего хвостика. Она выглядит как? У нее здесь скругление, начало хвоста, и дальше она идет очень-очень-очень долго и заканчивается вот таким хвостом. Она длиной аж 800 пикселей. И как она делает нижнюю часть pop-up, который меньше размером? Дело в том, что одну и ту же картинку использовали два раза. Сначала ее вставляли справа, она упиралась вправо и продолжалась налево. Ну, в общем, все эти 800 пикселей. И где-то не доходя до конца этих 800 пикселей, она заканчивалась. Слева вставлялся маленький элемент, где бралась та же самая фоновая картинка и вставлялась с другого краю. Она упиралась туда и накладывалась. Точнее, не накладывалась, а стыковалась сама с собой же. И получалось, что при ресайзе резину делала большая часть, ну, а эта замыкала ее слева. В итоге вот такая вот псевдорезина просто на графике. Похожим образом было устроено еще и верх. То есть, смотрите, верх у нас это просто длинная штука, тоже длиной 800 пикселей, у которого по бокам скругление. Потом боковая вещь, 8 на 800. Тут, как видите, полупрозрачность есть, тут просто белая заливка. Здесь никаких скруглений нет, за них отвечают верх и низ. Ну и сам хвостик, вот такой вот он, вполне очевидный. Ну, с графикой мы разобрались. Здесь примерно понятно, как все картинки стыкуются, и что их много. То есть, конечно, это абсолютно взрывает голову, если ни разу вы этого не видели. И для вас просто типа border radius, box shadow, background color и все. Ну, может, какая-нибудь масочка какая-нибудь более сложная. Не, все было гораздо интереснее. Давайте вернемся в CSS и посмотрим, что там интересного есть. Balloon. Ну, много позиционирования, много перечисления, абсолютного позиционирования всяких там overflow hidden и всего остального. Много-много мелкой кропотливой работы на самом деле. Тут нет никакого особо сложного кода. Вся сложность была скорее в HTML, и вся сложность была в том, чтобы продумать, как это должно работать. А тут обычные пути до картинок, no repeat, отступ и позиционирование. В общем, те самые свойства, которые работали стабильно и хорошо во всех старых браузерах. И очень много комментариев, чтобы все было формально, четко и читаемо. Гораздо интереснее файл для интернет-эксплорера. Давайте на него посмотрим. Как работало подключение специального файла для интернет-эксплорера? Смотрите, я вам показывал комментарий наверху. Он не является комментарием, но интернет-эксплорер той версии, которая там упомянута, считает, что это комментарий. То есть первый файл подключался во все браузеры, ну или за каким-то исключением, может быть, даже какие-то в скейте современные интернет-эксплореры. Это понятно. Дальше шел файл специально для E. И в него сначала импортировался тот файл, который подключается сверху, а дальше уже в нем было описано все остальное содержимое. То есть потом их можно было бы сшивать, но, в общем, так оно работало. То есть не безусловно загружался файл наверху, а он подключался еще раз и уже получался целиком. Но это еще не все. Подключение — это ерунда. В дополнительном файле для интернет-эксплорера мы переписывали и дописывали некоторые свойства, которые помогали интернет-эксплореру лучше обработать. То есть он получал базовые стили и кое-что дополнительное. И среди этого, кроме CSS, были еще фрагменты JavaScript. Ну тут понятно. Font size 0, background color, overflow hidden, zoom 1. Магическое свойство. Ох, она просто делала верстку хорошо работающей. Эти селекторы фильтруют версию интернет-эксплорера специальные. А вот тот самый JavaScript. Смотрите, право рассчитывается с помощью экспрессиона. Здесь написано parent node, offset width по модулю минус 1 или 0. Это что за бред? Какой JavaScript в CSS? Ты о чем говоришь? И что за parent node? Откуда он из воздуха берется? Спокойствие. Была такая вещь, назывались экспрессионы. Мы их писали. Мы в экспрессионах писали JavaScript, иногда HTML какой-то писали. Да, HTML в CSS. И JS in CSS было такое. И работало только в интернет-эксплорере. То есть это было медленно, это было плохо, но это работало. И тут мы спрашиваем у родителя, какая у него ширина, делим, получаем какой-то результат. В общем, что-то мы делали. Я вот глядя на код, даже сходу не могу сказать, что здесь на самом деле происходит, что мы здесь считаем и зачем это было нужно. Но это работает в E5, в E5 с половиной. Что еще интересного? Ну, в общем, снова экспрессионы или вот такой фильтр. Что вообще здесь происходит? Мы берем какой-то альфа-имидж-лоудер и какую-то картинку сюда прокидываем и пишем sizing method crop. Что это вообще значит? Возможно, вы уже немножко смирились с тем, что у нас когда-то не было border-radius. Ну, хорошо, не было, имитировали. Но у нас еще не было полупрозрачной графики. Дело в том, что PNG-формат с полупрозрачностью, с альфа-каналом не работал в Internet Explorer. Ну, то есть он в какой-то момент заработал, и я, честно говоря, уже не помню, в какой версии. По-моему, то ли в E6 он заработал, то ли в E7 заработал. Так вот мы здесь пишем в этом фильтре. Примени фильтр, который эту альфа-прозрачность заставит работать. И это приходилось делать для каждой картинки, которую мы используем. То есть мы писали картинку фоновой, а потом еще раз заводили ее как фильтр, чтобы альфа-прозрачность заработала. То есть здесь мы просто вставляем картинку, ничего такого. И здесь вставляем, и здесь вставляем. То есть огромное количество хаков. А вот еще нижнюю координату рассчитываем. Expression, parent node, offset width, ну и так далее. Считаем там 13 или 12. Заметьте, что здесь не нужно писать единицы измерения. Была такая особенность. Ну, в общем, много альфа-имидж-лоудеров, чтобы полупрозрачный PNG заработал. Прямо, ну вот, на все картинки. И получалось, что мы имеем файл на тысячу строк для обычных браузеров. Ну и еще на 800 строк файл для E. Ну, во-первых, мы были молодцы, что тогда писали хаки отдельно. И у нас была возможность отдавать хороший чистый код и отдавать дополнительный, ну, грязноватый код. Точнее, код с хаками. Считайте вы грязным или нет, как хотите. И получалось, что мы делали вот такое разделение. Ну и в итоге, если посмотреть на эту чудесную историю еще раз, как она выглядела, можно было делать прекрасную вещь. Например, взять и поменять фон нашей страницы и получить прекрасные универсальные попапы с полупрозрачностью, с хвостиками, с координатами, описанными здесь. Как вы видите, они описаны в корне элемента. И меняя эти координаты, я смещаю попап относительно его хвостика. Любой контент, любые размеры, все-все-все. То есть можно было их дополнительно модифицировать, разные типы выставлять. Ну, в общем, абсолютно класс. И знаете, я даже не знаю, как сходу сделать что-то подобное именно с таким хвостиком, именно с таким поведением в 2020 году. И это, пожалуй, челлендж. Знаете, я попробую сесть и закодить все то же самое на технологиях 2020 года. И это будет хорошим продолжением к этому видео. Посмотрим, что мы можем сделать вот сегодня с подобной задачей, которая совершенно точно непростая. И, конечно же, мы учтем ретину, конечно же, мы учтем векторную графику, конечно же, мы учтем какие-то современные реалии. Но знаете, что интересно? Код, написанный 12 лет назад, работает в современных браузерах. Просто берет и работает. Код, который мы напишем сегодня, скорее всего, может не заработать в браузере, который вышел 2 года назад, 3 года назад. Понятное дело, что это совместимость вперед, совместимость назад. Но тут одна, пожалуй, главная мысль. Если сегодня вы пишете код так, как мы писали его тогда, ответственно, используя хаки, но не целясь в один браузер, пытаясь разделить чистый код и хаки, используя универсальные, надежные, хорошие решения, тогда это были таблицы, сегодня это что-то другое. Так вот, если вы будете писать код так же, он у вас тоже заработает через 12 лет. Это не только ваша заслуга. Это заслуга разработчиков браузеров, это заслуга разработчиков всей веб-платформы, которые преследуют одну очень-очень важную цель — не сломать веб прошлого, чтобы он работал. И вот этот код показывает, это возможно. Если браузеры не будут ломать совместимость, а иногда это нужно, чтобы прямо вот что-то революционное, революционное, классное создать. Но браузеры, слава богу, не идут на это. Для того, чтобы интерфейсы старых лет, старые сайты, старая информация по-прежнему была доступна. Но это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Прокатились мы с вами 12 лет назад, и было здорово. Так вот, напоминаю, что это видео первым увидят патроны, поэтому если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма денег раз в месяц поможет мне поддержать этот проект, а вы получите что-нибудь приятное от меня взамен. Хотя бы видео пораньше. Ну и кое-что еще. А если вам и так нормально, ну просто подписывайтесь, лайки, рассказывайте об этом канале друзьям и поддерживайте меня как можете. Ну и, конечно же, давайте обсудим все, что мы сегодня увидели. Давайте вспомним, если вы так же стары, как я, давайте вспомним, какой интересный код вы писали в 2008 году, может быть, раньше, какие интересные браузеры вы поддерживали. И как вам вообще вот это решение, может быть, можно было сделать что-то лучше, хуже, ну, чтобы это работало в E5, понимаете, да? В общем, давайте пообщаемся в комментариях. Ну и до следующего видео. Пока.